Детский омбудсмен вновь на страже запретов. Недавно Павел Астахов выступил с очередной спорной инициативой запретить в школах гаджеты или лишить их доступа в интернет. Всемирная паутина небезопасна. Как будут складываться отношения детей с виртуальной реальностью и кто поможет подрастающему поколению ответить на вопрос классика? Что такое хорошо, а что такое плохо? Расскажет Любовь Толстая. Типичная картина в средней школе. Перерывы между занятиями ученики предпочитают коротать в виртуальной реальности. У большинства из них гаджеты оснащены постоянным доступом во всемирную паутину. Феноменальная популярность мобильного интернета связана с возможностью получить как бюджетное развлечение, так и почти бесплатную связь. Восьмиклассника Дмитрия Луговцева интернет в телефоне появился полгода назад по инициативе отца. В кризисные времена родитель взял курс на экономию семейного бюджета. В связи с... ну, чтобы деньги не платить, папе написать, например, после уроков то, что вот я пошел домой. Родители большинства одноклассников Димы единодушны в своем стремлении минимизировать расходы. Егор Макаров признается, что уже придумал, на что потратить 3000 сэкономленных рублей. Да, если, наверное, купил бы себе, по-моему, нормально. Потребительское отношение родителей к киберпространству играет злые шутки с детьми. В последнее время эксперты отмечают тенденцию к росту числа экстремистских материалов в социальных сетях. Так, за 2015 год по этой причине было закрыто более 500 интернет-ресурсов. Очень много таких вот групп, которые через социальные сети пропагандировали сепаратизм. Мы провели анализы, провели определенные экспертизы и выявили, что все это буквально из одной точки распространяется, причем иностранными агентами. Денис Давыдов не только как опытный борец с опасным контентом в интернете, но и как многодетный отец уверяет. Многие родители просто не понимают, какие опасности таят в себе социальные сети. Последние исследования Фонда общественного мнения говорят о том, что 90% родителей озабочены тем, что дети делают в интернете. 90% родителей понимают, что там можно столкнуться с какой-то грязью, нужно это все контролировать. Контролируют 15%. Ребенок, оставшийся без элементарного родительского участия, потенциальная жертва преступника, считают психологи. На педофилов реагируют, а также и на вербовщиков. Дети, которые не чувствуют себя в безопасности и не чувствуют себя ценными. Дети, которые нуждаются в уважении. Мы дадим тебе то, чего тебе не хватает. Любовь, принятие и уважение. Ты будешь важный и значимый. Ты мне очень нужен. Такие дети идут на эти приглашения. С технической точки зрения специалисты рассматривают интернет как движение транспорта, которое просто необходимо регулировать. К решению проблемы должна подключиться и школа. Но, как показывает практика, школа не всегда компетентна в вопросах безопасности в интернете. Когда в некоторых регионах фильтрация, которая обеспечивала якобы защиту всего региона и всех школ региона, оказывалась профанацией. Просто профанацией. Просто не работало. Эти деньги были использованы неправильно теми людьми, которые никакого представления не имели о том, как правильно защищать детей в интернете. Эксперты считают, что попытка властей исправить моральную сторону человеческой жизни через запрет или технику больше напоминает попытку лечить простуду физическими нагрузками. Должна быть альтернатива интернету. Одна из таких достойной, а главное доступный досуг, о котором у нас давно забыли. У нас в систему дополнительного образования должно быть вовлечено не менее 75% детей. Из них половина должны получать отодопообразование за счет федерального бюджета. Спрашиваю заместителя председателя правительства России Ольга Юлина. Скажите, а вообще как вы предполагаете выполнять эти все наши концепции, если в федеральном бюджете на исполнение указа президента, повторяю, нет ни рубля? Ответ Ольги Юлины. Мы ставили этот вопрос перед Министерством финансов, мы социальный блок. Нам отказали. Оказывается, можно в России не исполнять даже указы президента. Избил, покусал, снял на мобильный и залил в интернет. Сценарий типичный для современного подростка, который не может доказать свое лидерство иными способами. Как показывает практика, исключение орудия съемки, того самого гаджета, из этой цепочки едва ли решит глобальную проблему, которую себя посвятили известные педагоги 20 века. Любовь Толстая, Николай Домрин, Красная линия. Гость нашей программы – психолог, специалист по интернету и игровой зависимости Александр Корпусов. Здравствуйте, Александр. Добрый день. А вот что вы думаете по поводу инициативы Павла Астахова, который предлагает запретить в школах использование гаджетов с доступом в интернет? И действительно ли вреда от этого больше, чем польза? Если называть вещи своими именами, то я считаю подобную инициативу утопичной. По той простой причине, что в этой инициативе предполагается, что школьники будут сдавать свои гаджеты и телефоны в специальные ячейки, и им физически ограничат возможность их использовать. У этой идеи сразу возникает масса вопросов, куда, то есть кто будет оборудовать эти специальные ячейки, где они будут находиться, кто будет обеспечивать сохранность этих телефонов. То есть эта инициатива на бумаге выглядит хорошо, но на практике она порождает куда больше сложности, чем решает. Потому что куда проще, ну лично я считаю, что куда проще просто самим школам решать, хотят они эту инициативу обеспечивать, либо нет. Есть ли у них ресурсы на такие, ну как на оборудование специальных кабинетов, на решение вопросов сохранности телефонов, и могут ли они себе это все позволить. Потому что если крупные школы могут как-то так еще что-то подобное предпринять, то большинство школ вне больших городов такую инициативу явно не потянут. А как вы думаете, родители как могут отнестись к такой инициативе? Ведь если ребенок сдает телефон при входе в школу, а фактически родитель теряет с ним связь прямую. То есть мне кажется, не всем это может понравиться. Родители вряд ли будут поддерживать эту инициативу, потому что если у ребенка есть телефон, если это дорогой телефон, то кто обеспечивает безопасность этого телефона? Вот ребенок его сдал, телефон пропал, кому претензии? Скажите, а как часто школьник использует интернет, социальные сети, видеоресурсы именно для подготовки к занятиям? Или все-таки это больше развлечений сейчас? Это зависит от стран. Есть пока еще экспериментальные школы, они скорее пока единичные на общем фоне. Но есть те самые экспериментальные школы, которые эти самые, как с одной стороны кажущиеся плохие, страшные явления интернета, как видеоигры, как клипы, пятиминутное мышление. Это все используют наоборот для того, чтобы улучшать систему образования. Да, это выглядит несколько иначе, и такие знания не такие формальные, как мы привыкли считать. Но пока это еще очень непривычно для нашего общества. Это очень непривычно, но это не значит, что это плохо. То есть человек, который, ну по сути, это все, есть идея, что ребенку нужно не то, что вбивать в него информацию, а просто дать ему информационное поле, направление, а он дальше сам будет выбирать, что ему нужно. История, химия, математика. Скажите, а есть информация, может быть, какая-то статистика, к каким ресурсам чаще всего обращаются школьники? Включая и запрещенные, и небезопасные, и вот полезные, будем так говорить. Если говорить честно, то школьников в первую очередь интересуют развлекательные сайты. Развлекательные сайты, порнография, вот это самые популярные ресурсы интернета. Александр, вы бы разрешили своему ребенку пользоваться гаджетами в школе? Скорее, да. Но тут зависит от того, как им пользоваться. Интернет – это не хорошо и не плохо, это просто инструмент. Мы еще, ну в человечестве в целом, еще не до конца освоили этот инструмент. И пока метод проб и ошибок, но в целом это хороший инструмент, его можно использовать. Он скорее будет приносить больше пользы, чем вреда. Ну а как же организовать контроль, чтобы действительно была польза? Ну, как бы утопично это ни звучало, но быть хорошим примером. То есть, все, что касается детей, это в первую очередь надо смотреть на родителей. Если родители смотрят, то есть приходит, ну ребенок видит, что родители пришли с работы, отец в компьютере, мать в телефоне, то еще более наивно ожидать, что он сядет за книгу и будет с удовольствием читать. То есть, чем меньше по возрасту ребенок, тем более он охотнее повторяет за взрослыми. Соответственно, надо вот тем самым быть примером. Ну и другой важный момент про интернет, и для нашей страны сейчас очень актуальный. Чем хуже реальность, тем охотнее люди вовлекаются в виртуальность. Александра, спасибо большое, благодарю вас за беседу. Я напоминаю, что гость нашей программы – психолог, специалист по интернету и игровой зависимости Александр Корпусов. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok